22 января 2021 года в соседнем Казахстане была проведена научно-практическая конференция «Ер Едыге Ногайлы Дауринен Жара», что означает «Едыге эпос Ногайского периода». Прошла она в рамках реализации идей первого президента РК Нусултана Назарбаева, отраженных программной статье «Духовное возрождение» в здании Национальной академической библиотеки Республики Казахстан. В ходе этой, как мы видим, очень важной конференции был представлен музыкальный альбом «Ер Едыге Жара», в который, кроме казахской версии эпоса «Едыге», вошло и исполнение эпоса «40 Крымской богатырии». Нас во всем этом мероприятии привлекли заявления научного руководителя проекта, представленного музыкального сборника казахской версии Ногайских эпосов, профессора Баишев университета, этнографа, доктора филологии, позиционирующего себя в качестве «Едыге веда» Жуманазара Асановича Асанова. Давайте послушаем, что он сказал. Баишев университета «Ер Едыге» Да-да, вы не ослышались. Теперь и эпос «Едыге», и «40 Крымских богатырей» не «ногайские», и не «крымские», и даже не «общие». Теперь они, по мнению наших соседей и в кавычках «братьев», исключительно «казахские». Раньше они говорили нам, что, мол, все Ногайское наследие – оно общее, что эпосы, герои, поэты, сказители – это и Ногайское, и Казахское, что незачем все это делить. Когда мы там говорим о казахах и Ногайцах, там эпос весь один и тот же, герои все одни и тот же, язык один, самосознание одно. И некоторые наши наивные Ногайи были склонны это принимать и даже ругаться с теми из нас, кто прекрасно понимал отнюдь не братские намерения наших так называемых «братьев». Но сейчас шовинисты-пропагандисты соседней страны раскрыли свое истинное лицо. Я призываю все Ногайское научное и общественное сообщество дать ответ этому гнусственному заявлению.